Ну и прежде чем мы с вами начнем, я хочу вам напомнить то, что ребята из магазина Skif Music ежемесячно проводят розыгрыши музыкальных инструментов. И в этом месяце они разыгрывают электрогитару Fernandes FR55, производство 1990 года, Япония. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, вам нужно совершить покупку всего на 2000 рублей на Skif Music, и номер вашего заказа будет вашим лотерейным билетом. Количество таких лотерейных билетов не ограничено, а итоги конкурса они подводят 15 числа каждого следующего месяца. То есть для участия в конкурсе, который идет сейчас вот, у вас осталось всего каких-то там полторы недели. Ну а по промокоду Hellscream вы сможете получить у них очень вкусную скидочку. Ссылочка на магазин будет в описании. Всем привет, с вами Лео, вы на канале Hellscream Academy. А сегодня мы с вами будем поднимать такую неоднозначную тему, которая звучит как? Типа, вот, я все умею, зачем мне учиться? Или само так получается, зачем мне учиться? Я много раз вам приводил примеры разных вокалистов, которые лишились своего голоса из-за какой-то неправильной техники, или из-за усердствования вредными привычками, что просто, ну, для здоровья и так не полезно, да? А человеку еще как бы ему надо работать аппаратом, который он портит вредными привычками. Ну, я думаю, вы понимаете. Вот, и одним из таких очень ярких примеров у нас всегда с вами был Дэнни Варсноб. Да и вспомните вы сами стебали его постоянно, что он там выглядит и звучит как бомж, там, какой-нибудь там образца 12-13 года, когда, ну, он был прям в очень плохой форме. Именно в вокальной. Я не сужу человека по внешности, я не сужу вообще никак по музыкальному материалу, за исключениями, когда ты просто понимаешь, что это, ну, это к музыке даже отношения никакого не имеет. У Самуса в фарт-металле больше музыки, чем в некотором том, что у нас по телеку показывают. Я вот снимал сейчас реакцию, потому что мне сказали, говорит, ты должен обязательно это посмотреть, и этот видос выйдет в среду. Это прям печально. И тут, короче, на днях буквально я наткнулся на концерт Аскина Александрии. Это 2020 год, если не ошибаюсь. Нет, гоню, 2021 год. Welcome to Rockville. Это фестиваль, судя по всему, проводимый как раз их новым лейблом. Если вы не в курсе, они перешли на более крупный, более такой мощный лейбл. То есть они отказались от работы с Самерианом. Вот, и материал у них немножко поменялся на более такой взрослый металл. Хотя, все-таки, отголоски Кора там слышны. Если вы не смотрели мой такой довольно обширный анализ Дэнни Варснопа, именно в плане с начала его карьеры до практически современного состояния, это году, по-моему, в 2016 видос вышел. Может быть, в 2017, я точно не помню. Надо поднимать архивы на канале, этот видос есть. Но логика в том, что мы с вами можем отследить вот что. Мы не берем с вами там первый альбом, который записан очень криво, косо, непонятно чего. Мы берем там вот этот Stand Up and Shout, их первый альбом, который выстрелил какого-то там, 8-9 года, где мы слышим очень плотные, четенькие скримчики, миксовый звук именно расщепленный тоже крутой. Слышим очень лютый связочный гроул, просто джубо-джубо-джубо такой, да? Который, как бы, как я вам говорил, не очень полезен для связок. И, соответственно, слышим с вами довольно чистенький, причем именно кристально чистенький, чистый вокал, вот в котором нету хрипоцы, вот это он прям чистенький-чистенький, такой вот девственного такого вида, что как бы звучит очень круто. Да, там много тюна, много электронщины, но это именно времена такие были, поэтому там просто так вот все это делалось. При этом мы можем посмотреть его живые выступления с вами и увидеть, что он вполне себе это нормально вывозил. Но там быстро пришедшая слава просто сорвала человеку крышу, он начал квасить, употреблять всякую дрянь. И в результате, как бы, вы понимаете, да, что в неадекватном состоянии вывозить серьезные концерты сложновато. Просто, в принципе, на них присутствовать, наверное, даже сложно. Я-то не знаю, я никогда не пил, не бухал и ничего не долбил. Мне это никогда не было интересно, и меня на это времени не было. Соответственно, когда человек в неадекватном состоянии, ну, просто находиться на сцене ему уже тяжело. А тут еще надо партии петь. Я думаю, вы все видели тот самый видос, где Дэнни просто ползает по сцене, падает, и там его в результате, по-моему, охрана уводит, короче, куда-то за сцену, видимо, в чувство приводить. И Дэн, короче, просит кого-нибудь из толпы вылезти, кто знает песни, потому что, ну, все, либо они перестают играть, как бы, и концерта не будет, либо надо как-то эту ситуацию исправлять. Потом выходит второй альбом, я не помню, как он назывался, там что-то Reckless, Relentless, что-то такое, где мы с вами слышим все, в принципе, то же самое, но появилась такая легкая хрипота в чистом голосе, то есть, если вы послушаете, внимательно начал подсипывать. При этом остались те же самые лютые связочные гроулы, скримы нормальные, адекватные, абсолютно, но появился гроул более драйвовый, более похожий на натуральный, нормальный, несвязочный, грубо говоря, гроул. Я натуральным называю то, что, типа, не сильно, грубо говоря, нагружает ваш голосовой аппарат, потому что любой вокал нагружает ваш голосовой аппарат, просто в зависимости от того, насколько криво вы все делаете, настолько сильно поднимается динамическая нагрузка, от чего, собственно, мышцы и голосовой аппарат страдают. А если вы все делаете адекватно, и это все прям люто, даже это экстрим вокал какой-то лютейший, то вы не нагружаете свой голосовой аппарат, то есть, как бы, тут надо понимать просто пиковые такие значения. То есть у кого-то может голосовой аппарат вывозить довольно сильную нагрузку И нормально будет себя чувствовать Ну вот, а у кого-то нет А у меня, например, только я начинаю какие-то кривые звуки делать Он мне сразу голос мне говорит Давай, до свидания, я в отпуск Моментально, там 5 минут хватает Есть там Йохан Хек из Омона Морда Который на связках рычит до сих пор И все как бы вроде норм И мне тоже казалось, что он сын Тора Там с молотком в руках И у него железобетонные связки Но в 16-м году он сорвал голос И они отменили там почти полгода туров Тоже ничего прикольного Я думаю, вы сами понимаете, что когда ты срываешь голос Ты не то чтобы говорить, ты петь нормально не можешь Да, да и горло в таком состоянии Я думаю, никому из вас не нравится болеть Когда болит горло Просто постоянно вот это состояние Ну вот, и соответственно, вы помните все прекрасно Вот эти вот видосы, где Дэнни Варснопова Во время туров там со вторым альбомом Совсем уже не хорошо Потом проходит время и, по-моему, в 13-м году Выходит альбом Уже совсем с другим Дэнни Варснопом В 13-м или в 14-м Потому что как раз до выхода этого альбома Где-то за полгода или за год Я помню, это был октябрь, по-моему Он просто наглухо сорвал голос И просто полтура за него допивал, по-моему, Фронт из Атилы И вокалист Sleeping With Sirens, по-моему, что-то такое Вот, а он просто молчал Потому что связки ему сказали Давай, до свидания При этом, как бы, это был срыв очень серьезный И он остался отпечатком хрипоцы Которую мы с вами слышим и по сей день То есть, грубо говоря, сейчас он звучит круто По-рокерски ты слушаешь, думаешь, да Но если послушать, что было до этого Ты понимаешь, что голос где-то сломался Это я все к чему Тут получается, что комбо Неадекватное состояние, когда ты поешь И просто орешь реально на срыв Плюс ко всему, как бы, не совсем верная и безопасная техника звукоизвлечения Что привело к увеличению нагрузки Просто колоссальной нагрузки на голосовой аппарат В результате чего он сорвал голос И все вы слышали, как сильно он поменялся Вы просто подключите по песне с первого, второго, третьего альбома, да И вы услышите эту разницу Потом у него был отпуск Вот, и сейчас он вернулся Они начали концерты какие-то играть И все такие, типа, ну да, вроде все нормально Но что-то как-то не очень Потому что там тот же самый Into the Fire Который на студии звучит просто крутейше Прям реально, вот, шикарненько Вживую он пел нижние интервалы все время Или не пел вообще Просто вот, вообще И тут мы как раз возвращаемся с вами к вопросу о том Зачем учиться, если все до этого умел Или зачем учиться, если все и так получается Ну, как бы, если голос это твой рабочий инструмент И ты хочешь радовать своих фанатов И себя любимого исполнением каких-то песен Да, ну, как бы, хотелось бы, чтобы голос был Вот просто чтобы он, когда ты хочешь начать петь Чтобы он был Поэтому я так понимаю, что последние, не знаю, года 3-4 Дэнни очень активно занимается с преподавателем Потому что это заметно Это реально очень заметно Да, мы слышим, что он срывается на сильные нагрузки Потому что связки не вывозят уже Ну, из-за срыва там остаются какие-то определенные артефакты Можно сказать То есть он повышает нагрузку И связки, и нет И как бы звук просто разрывается Он начинает орать Вот, но логика в том, что вы можете обратить внимание Что в какой-то момент у него начало появляться Такое аккуратненькое Такое фирмовое вибрато И это начало происходить в последние, наверное, 4 года Вот прям если внимательно следить Потому что позиционно его голос изменился То есть если вы сравните, как он пел, допустим, альбом 13-го года С которого все зафанатели там всякие Movie No, Dead of Me И как там еще эта песня была, не помню Вы заметите, что как бы все вроде то же самое Но звук какой-то более собранный получается И вот как раз концерт, про который я намекнул в самом начале Мы сейчас с вами его кусочками посмотрим Потому что, ну, реально он привел себя в порядок Да, слышно, что голос коцнутый Мы с вами об этом уже говорили Но человек просто взял себя в руки и начал заниматься Потому что это реально заметно Допустим, сам концерт начинается там со вступления Там бэки играют Я думаю, ой, сейчас опять под фанеру будет фигарить Ну, я просто включил, как я люблю лайвы, да, посмотреть Вот А он выходит, начинает петь Там звук, конечно, концерт Ну, такой себе, короче Вот, знаете, вот когда записывают Он как-то непонятный, короче, да Вот И он здесь начинает И там идет такая высокая драйвовая нотка Прям ровненькое расщепление Прям все как надо Я такой А ну что-то сейчас будет Единственное, что я думаю Наконец Варснопу стоит начать делать Так это распеваться перед концертами Потому что если мы вот с вами Таймлайн концерта посмотрим То где-то на середине второй песни Он более-менее распевается Потому что вначале слышно, что Ну, свяжки просто в таком В полупроснувшемся состоянии И он как-то не сразу начинает петь Где-то местами по нотам мажет Где-то там аж петухов ловит, срывается Но просто зацените, как звучит куплет Как будто ты слушаешь запись Если откинуть вот хреновое качество Сведения самого концерта К вопросу как раз О распевке перед концертами Вам нужно привести связки И свой голосовой аппарат Мышцы дыхания Все в боевую готовность Чтобы они были разогреты А не убиты То есть Вспоминайте мой видос Про разницу между Распевками и тренировками Это большая разница Если вы полтора часа тренируетесь Перед полутора часовой тренировкой Это немножко странно Поэтому просто надо чуть-чуть разогреться То есть как бы у всех Тайминг разогрева разный Кто-то там по полтора часа сидит Но это странновато мне кажется Но если вы послушаете следующий фрагмент Там есть самая верхняя нотка Это до Второй октавы Которую он берет даже расщепленным звуком Да и у него в принципе Практически все время вот эти вот высокие ноты Сдерживаются и компрессируются За счет расщепления Причем как бы четенького Аккуратненького Да, чтобы не улетать В срыв Здесь же, когда он хватается За эту ноту А ее надо спеть Именно миксом То есть прямо высоко То есть это должна быть Брэй Брэй Такая раскрытая Он прям И улетает С петухом наверх Но это как раз Результат того Что он, судя по всему Просто не распет И перед концертом был При этом обратите внимание, что он выработал довольно ровную и стабильную манеру С которой он поет теперь всегда Вот чтобы ты не слушал, у тебя все время одинаковое звучание варснопа То есть раньше это какое-то варьирование было Но когда он поет чистым, ты сразу же знаешь, что это варсноп Потому что позиция голосовая, когда закрепляется, вот именно все вот это вот Встает как надо, человеку просто в других вариантах неудобно с этим работать Голос не ощущается так четко, как он ощущается, когда ты его ловишь в позиции Я много раз об этом говорил, что когда человек впервые понимает, что такое певческая позиция И чувствует мышцами Обычно к вечеру, когда ты ложишься спать, возникает ощущение, что у тебя горло просто трубой вот так вот держится Как будто ты боишься забыть про то, что сегодняшним днем выучил И, соответственно, в следующем фрагменте он там скачет такой весь прям это И читает, поет довольно интересную партию И это я вам сейчас показываю рандомные фрагменты из разных абсолютно песен Да, там есть лажа, как бы варсноп точно так же не робот, как ни один другой человек Даже роботы в принципе лажают, но как бы логика в том, что это живое выступление Это не фанера, это нормально Но вы согласитесь, что звучит он реально круто Хоть и сведение концерта, конечно, паршивое, ужасное Главное, чтобы вы понимали вот эту разницу между тем, что он извлекает из рта И тем, как это просто в конечном итоге сведено нехорошо И теперь мы с вами подходим Мне вот прям, я смотрел этот концерт и ждал прям Ну-ка, давай, давай, давай Into the Fire Это самая композиция, которую все там показывали, когда Дэнни Варсноп не смог Там были какие-то вот эти вот концерты Он там просто какой-то там просто лютейший мимо заряжал Здесь, короче, начинается куплет И ты сразу слышишь, как будто ты слушаешь реально запись Единственное, что вот из-за этого паршивого сведения, про которое я вам сказал Там в подложке играет какая-то вот такая Какая-то электронщина И вот этот звук такой Он немножко прям с голосом пересекается и раздражает Как будто мимо нот он поет На самом деле он поет по нотам Просто эта аранжировка, она сама такая дизонансная Вылезает прям по мозгам, дает Вы услышите ее, там парочка кусочков этих есть в этом фрагменте Или если весь концерт будете смотреть, она прям постоянно там торчит Вот именно в этой песне, да, там какая-то обработка Она прям очень сильно мешает, просто так свели Но при этом вы просто послушаете, что он звучит реально просто как на записи Но прекрасно слышно, что это живаго Потому что ритмика немножко другая И настроение звукоизлечения тоже другое А теперь опять возвращаемся к вопросу Там заниматься, не заниматься, все умел, не умел Вот здесь вот фрагмент Я много-много раз вам говорил то, что Когда ты головным звуком можешь пользоваться И он у тебя получается чистенький, чистенький, чистенький И ты там пропеваешь разные нотки То есть он просто звучит Даже если он там немножко поджатый То это говорит о том, что связки пребывают в нормальном состоянии А бывает такое, когда человеку просишь там Излечь какую-то головную ноту Причем невысокую И он просто Потому что голос посажен, задавлен Мышцы там все передавлены Все вот это вот зажимы Куча всего Я много раз выпускал разные видосы По снятию зажимов с головного звука И в принципе с голоса Вот И тут вот как раз фрагмент Где он переходит в головное звучание Для того, чтобы разнообразить партию В оригинале он, по-моему, пел ее полным голосом Если не ошибаюсь И я думаю, что вы заметили, что в конце Вот он вышел в головной звук Да, прям Такой прям Аккуратненький, да И спокойно вернулся обратно в грудной Это прям вот очень фирменно прозвучало Но теперь следующий фрагмент Это то, чего все ждут в этой песне Это припев И вот здесь как раз из-за сведения Там какая-то дичь торчит И он немножко по нотам плывет Но обратите внимание Что он очень четкий звук извлекает Вот мы с вами сейчас говорим Не о том, что как бы он там где-то по нотам не попадает Например, да Ну потому что это живое выступление Он двигается Может плохо себя слышать Может просто там не дотянул Как бы, да То есть, ну Это с любым человеком абсолютно бывает Мы здесь с вами говорим о том Что звук Где-то в пределах вот этой вот высоты У него нормально извлекается Ну то есть, грубо говоря, ты получил звук И подстроить его по ноте Будет гораздо проще, чем просто этот звук получить Если он вообще не получается Ну я думаю, вы понимаете Что нота не возьмется Если у тебя нет звука Которым ты собираешься эту ноту взять Слушайте Ну вы мне скажете Это же типа не самая высокая часть в песне Он обсирался не в этом моменте Что ты нам гонишь Вот слушайте следующий фрагмент Который начинает что там у нас Си Самая низкая нота первой октавы Самая верхняя получается Что у нас Р диез И как бы он ее расщепляет Он ее берет миксовым звуком И все это очень четенько Просто огромный респект и ему За то, что он занялся собой Вот этот перерыв Ковидные все эти времена Плюс ко всему Как бы у него там отпуск был Они там непонятно Что с группой делали Что-то пытались намутить Ну там видать с лейблами Вот эти вот движухи Туда-сюда переезды Это все отжирает Огромное количество времени А не из-за этого там Что-то в последнее время Как-то про них активно Особо слышно не было Вот Но как бы это время Он использовал для того Чтобы реально заниматься собой Это прям очень хорошо слышно Это то, о чем я вам все время говорю То есть Когда человек просто вот Он просто вот вообще В труху в мусор рассыпался Да Даже из такого состояния Можно привести голос в норму И вот он замечательный пример Вот ему респектище просто огромное За то, что он таким образом Над собой поработал И респект преподавателю Который с ним работал И работает И может быть там даже не один человек Я не знаю Но сам факт Что что-то реально изменилось Это сразу же заметно Это вот Ну слушайте Вот сейчас вот Фрагмент я вам покажу Он там аж просто прыгает И абсолютно ровно в этот момент поет Как бы слышно, что он скачет Да То есть это не фанера Но сам факт Что опора нормально держится Дыхание нормально держится Позиционно Все как бы вот прям как надо При этом это уже конец выступления По-моему предпоследняя что ли Песня, если не ошибаюсь То есть как бы он типа Должен был устать А он как пел в начале Ну в начале немножко Не распятый был Но фиг с ним Как пел в начале Так и поет В самом конце А это говорит о Мастерстве Как-никак И это именно то Почему я постоянно вам говорю Что нужно следить за своим голосом Просто у нас есть примеры Ну как бы не очень удачные В плане того Что с голосом происходит Голоса срываются Как бы А это не ремонтируется То есть невозможно голос вернуть В первозданный вид Если его сорвали Потому что ну да Да делают операции Но опять же я вам напомню То что это Довольно таки дорогое удовольствие Сложное И как бы много чего Может пойти не так Вот поэтому с этим надо Очень аккуратно Поэтому следите за своим голосом Занимайтесь Как бы распевайтесь Перед концертами И выступлениями А если хотите еще больше Такого плана видосов Именно с рок-металлом Делайте репосты Постите фрагмент этого видоса У себя там в инстаграме Отмечайте меня Выкладывайте там в соцсетях Приглашайте друзей Смотреть этот самый видос И естественно Пишите комментарии А если это видео было для вас Интересным, полезным и познавателем Обязательно подписывайтесь на канал Долбаните в колокольчик Все дела Не забудьте подписаться на меня В инстаграме, вконтакте И на мой влоговый канал И канал моей группы Фин Все ссылочки вы найдете Естественно в описании Ну и соответственно Давайте увидимся в среду Вас там ждет Мне кажется Горелого Не знаю насчет Как это там все вышло Конечно Но я горел Знатно Покедо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok